идем магазин по дороге решили затем собачьих кафе посмотреть идем по направлению кафе вот по новому мосту смотрите какие здесь вставки из стекла и там река внизу прозрачная не просто река подсвечивает даже страшно вставать сюда ой я боюсь вон там ступеньки видны очень красивые лампочки а где там лампочки а вон они лампочки то а у меня это ассоциируется как с детскими секретиками когда мы под стеклышко прятали копали ямку потом там калифанте красивый какие-нибудь там сокровища типа заколки или там булавки камешка красивого веточки потом сверху стеклышко и засыпали все это землей было так здорово а потом раскапывали этот секретик и показы надо сольте потом показать как это же интересно прогуляться когда не совсем стемнело ассолька у бабушки и прабабушек ассолька у хальмони слушает корейскую речь красиво здесь зелено слостный островок наверх гора такая это уже край чуны по данте там высокие дома такие большие окна практически дошли хочу показать вам опять дома высотные но считается наверное новые да и вот здесь старые кижины вообще старинные никто их не сносит вот они коричневые рядом с высотками но это не такие же высотки на смотрите какие они интересные горы рядом и вот это вот кафе и везде кукуруза растет на вот это скажи мне вот это тоже какой-то огород да что здесь сидит вообще точно вот эти листики то который я спутала с баклажанами как-то маринуют что-то с ними дело и высотные дома и старинные дома и огороды тут же все у них любой клочок земли используется тут опять какой-то огород вот на этой земле вот тоже весь песок какой-то растет кукуруза и и даже практически уже сняли кукуруза такая высокая вообще человеческий рост такие огородики тут уже убрано что-то смотрите-ка как интересно как снапы связали и сосны рядом удивительная соседки какие-то тюки лежат замотаны это удобрение у них органические они очень любят везде сыпать меня вот лично это как-то настораживает дом огромный свыше сосен с правой стороны другие здания совершенно но зелень у них все-таки тоже достаточно много нарез сколько сосен много сосна то ну да у них еще много кадок разных с растяжкой с растяжками справа виде замка это вейдинг хом играют свадьбы такое сказочное здание а вот это я думаю что это за заборчики беленькие это лоджии открываются стенка это стеклянная прозрачная все чтоб они не вывалились вот здесь так закрыто у нас балконы лоджии открыты а здесь все застеклено такие дома варенду сдается да какие здесь высокие это как туи у нас то надо что и выдали мне под присылали наш участок дачной фотографию на 100 и вообще вы сарая раньше были с нас ростом бабушка да баба там еще за ту и так это прятался и руки на оттуда выставлял как будто будто и ручки такая есть его там не видно за ту и а сейчас они вымахали за два года пока нас не было там внизу и забавно а вот это коричневое здание это что это просто апартаменты апартаменты трубы там трубят ну-ка попробуем приблизить вот они там видите по центру но на самом деле все кто живут в хэнэхи они как-то стараются свадьбу играть к ванчжу либо к чонжу я не знаю с чем это связано что там вейдинг холл что здесь как по мне так они одинаковые вообще здорово так ходить гулять по городу мне нравится по улочкам но только конечно я бы одна не пошла потому что я забыл ручит точно телефоне ну да все таки переходим дорогу так я вот была в этом в этом холле снимала свадьбу это года два назад и фонду я много раз снимала один кола нету разницы зачем организовывать вот братьев фондю когда можно в темный клеток сделать дешевле наверняка а вот кстати говоря не факт не факт может быть есть дороже здесь дороже конечно одежда у нас дороже чем позже тоже удивительно маленьком городе одежда дороже чем большом но может приведите да это естественно потому что ее везут из ваших городов поэтому и дороже понятно вот на бритополе как раз магазину вот оттуда вот магазин вот он многоэтажный вот мы сюда зайдем посмотрим какие-то цены вообще что что почем это сладко это очень вкусно 4500 такой большой магазин то есть вроде бы снимать не очень прилично поэтому я постараюсь о дайкона дорого здесь яблоки шесть с половиной долларов маленькие помидорки вот маленькая коробочка 3 доллара 200 минут 3200 вон есть разные водоросли здесь орехи вот это вкусно очень помню что мне кажется вот и меньше банка была я тебе говорю меньше вот сравни тут вот считай на вытянутую моя руку здесь вот засушенные все какие втячины по 8 долларов так а сколько здесь у нас стоит рамен то его не видишь тут есть рамен а вот он же рамен да я хочу посмотреть наш я обожаю здесь этот рамен 2 500 по-моему 2 500 по-моему так же всякие вот эти сухие штуки интересно это вкусно еще и уценили еще и уценили чеснок с грибами первый раз такой вижу вообще вот сколько здесь рамена возьми ну что таскать то нам принесем о какой рамен представляете какое разнообразие этой лапши и острые на все вкусы в общем то вот этот не острый насти болит рука да 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 потянуло чем-то то ли арбуз тяжелая не сможем тащили то ли еще что в общем сходили к врачу теперь делает прогревание всякие процедуры и посадили ее вот в такую рангетку это что вот на это у меня большая аллергия можно все это в москве по моему таких коробки есть но это аллергия в том случае если это пробить на протяжении года если это один день и пятички приправа для мяса приправа для говядины написано это сушеная она сушеная конечно типа как у нас да к мясу картофель сколько она стоит эта приправа 200 где-то 150 там а то и дороже 100 там чем то ну где-то 160-170 рублей у нас конечно не стоит дешевле а вот это что такое песок сахар да песок килограмм килограмм сахара а это обычный сахар килограмм вот здесь всякие специи вот это по моему баклажаны такие длинные очень длинные смотрите выросли вот это вот прям готовые каши с бабай берешь и ешь типа космонавта дачу это про тебя ну-ка 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 точно это связано крючком ну-ка я сейчас хочу посмотреть смотри 25000 Настен ну-ка разверни посмотреть вот одной рукой подержи и я сейчас посмотрим вот он какой но не такой уж он и длинный достаточно узкий 25000 неплохо может мне поплести на магазин-то подешевле продам какие-то всякие штучки, дрючки чашки какие ой а тяжелый какой бокал дайкон мам дорогая вот это дайкон вот какой диаметр у него эта штуковина стоит 3500 они все что ли в такую цену 3500 здесь какой-то хлебушек нет это не хлебушек это не хлеб я думала это хлебушек это не хлебушек это что-то тоже овощ какой-то полторы тысячи что-то как-то вот похож как дыня так морковь у нас морковь дорогая в москве но я думаю что здесь так 1800 500 грамм полкило доллар 800 килограмм 3600 кукуруза сейчас кукуруза 3900 сколько здесь вот сколько не знаю что тут вот только штук такая кукуруза слушайте цветочки да как у нас в Москве мои любимые капустка 2700 вот стоит цена 2500 пойдем на кассу и домой мы вышли из этого магазина уже видите как темнело хотя мы были там мало количество времени ух ты смотри как цветет как дерево то красиво темнеет быстро или были насти не нравится вот этот символ женщины с луной который ждет своего мужа она его ненавидит ну и действительно чего это сделали что тут все жены должны ждать своих мужей плакать фигня какая-то не ну плюс в том что надо ждать а ну хотя бы ждала женились хотя ее хотели бы выдать замуж до другого богатого но вовремя успел вернуться с ужиной ну это хотя бы это хорошо ну это очень плохо когда так много ждут здесь мы были с вами при белом свете а теперь вечером ой а как там красиво между домами дорога с машинами прям розцыпь алмазов а вижу это за столбом там прям сюда вправо отойди и приблизь ну я приблизила вот как будто они насыпались прям сюда очень красиво туман туман сели на скамеечке тут посидеть так хорошо отдохнуть надо было чаще из тумани даже сосуль сюда вот дошел и сидишь на лавочке только что она конечно может так снять а соль может капризничать спать не спать как ты здесь хорошо сидишь сидим выгадать такая прохладно становится сейчас по-моему где-то 24 градуса да ты что 23 наверное да так бывает так бывает вообще ночью 21 20-21 тебе же говорили что самые жаркие дни какие-то 3 дня прошли да когда надо было готовить какой-то там куриный суп кальбетхан вот кальбетхан и есть смотрите красиво сидишь по лестнице спускается человек и как будто бы по лестнице льется вода может быть через телефон не так это передается но в живую смотришь как будто бы там прям бежит водичка и игра света темно уже как ну народ гуляет много народу здесь так целые группы как интересный дизайн лавочек из труда камней да такой я у нас в Москве тоже видела только не лавочки а стены сделаны были они все идут к дереву пойдем на расстоянии ой а там какие-то новые лампочки такого я не видела чтоб вертали что-то новое сделали мне очень нравятся эти камни когда так оформлены камнями и в них растительность а это типа колодца что ли что это что-то символизирует у нас должен быть фонтан но почему-то воды нет совсем обмеляла она же должна быть вода и туда вон да это как речка устье реки а это что смотри какие-то удобрения мешки а что они так наложены здесь ну чутки как будто как окантовка какая-то непонятно не полные мешки то здесь мешки такие же и здесь мешки может быть здесь потом будут выкладывать камнями как-то непонятно может позже поймем а что-то женщина с луной не светится зато дерево вот это металлическое что светится луна которая живется ночью а она и не светилась она все время была темная нет светилась летенько к ней почему-то нет последствия луна светится ну да она 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 Да, видишь, нет его рядом Саукурацелла 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 Вот такой дерево красиво, необычное Даже на фонарях это женщина ожидающий своего мужа Какая огромная паутина и какой огромный паук с пол кулака размером. Жуть, да? Да, неприятно. Можно я поданимаюсь так и сиди? Можно? Занимайся. Какие тут штуковины. Вот так, наверное, крутить. И вот две. А что это? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. У тебя же рука болит. Ну а как ты можешь это сейчас делать рукой? Не можешь, поэтому слезай. Одной рукой. Руку лечим. Нет, одной рукой неудобно. Я думала, что он спит. Ну, педали же нет. Тоже аккуратней, Настя, с рукой. Я сняла свою лампетку. Я на руку не опираюсь вообще. Вот качаешь ногами, а хорошо спина становится. Ну, потому что все там, все мышцы прорабатываются. Так что как раз здесь заниматься надо. Я раньше бегала, занималась каждый, ну не каждый день, но каждую неделю четко. По два, по три раза в неделю. Ничего у меня не болело. Потому что пробежишь, до тренажеров позанимаешься, еще пробежишь. По часу, по два так занималась. А сейчас такое жаркое лето. Здесь вот это колесо. Маховики такие делать, рукой как раз вот. У кого руки болят. То бишь у меня вот надо так, как штурвал такой. Много народу вообще гуляет здесь в парке. Это же здесь, в этом месте, детский парк. Туда дальше, да, Настя, вправо? Какой-то сказочный лес. Да. Как из Василина колец. Ой, мамочки. Как здесь резко. Вот идешь, вроде смотрится в видео, что это просто прямая дорожка. А тут все время вверх-вверх. И достаточно круто. Вот здесь вот много таких штуковин. Забираешься, лежишь тут, отдыхаешь. Шикарно лежать здесь. Шикарно. Только комары сейчас. Лаванда. Лаванда. Вся дорожка в лаванде. Красивая. Мам, иди сюда, потом ты снимай. Да нет уж, я сразу снимаю. Смотри, папоротник в виде дерева. А, ничего себе. Сейчас пихта какая-то. Форма интересная. Да это не папоротник, это и здесь пихта какая-то. Или лиственница там. Все равно форма как дерево, не как елка. Угу. Травая площадка. Все ходят в спортивном шаге. Здесь. Ну-ка давай. Плясать. Таня, ты еще надо будет выучить. Жонхуна сюда надо срочно. А? Жонхуна срочно сюда надо. Вот там-то какая красота. В темноте-то какая-то красивая все смотрится. Сейчас да. Ой, какая рассыпь. Отдыхаем немножечко. Посидели тут около кафешки, которая естественно закрыта. Ну, можно купить вот там колу и все что-то. Посидеть, передохнуть. Пошли. Раньше вот лестница от лесника это очень старая. Когда я только приехала в Чуны, по схожим гуляли, доходили до края лестницы и здесь не было ничего. Вот начиная от этой лестницы шла глухая гора, глухой лес. Вот прямо отсюда. То есть эта лестница она была в никуда. И туалета не было? Вообще ничего не было. Вот начиная от этой лестницы вот налево-направо вверх глухой-глухой-глухой был лес. Это вот за пять лет они так все это сделали? За год. За год? За год. Ну ты же пять лет уже. А, ну ты в Корее в других городах жила. Все ясно. Год жила в Чуныке, почти два. Потом на год уехала в Сумчанке. Вот пока я была в Сумчанке, они отстроились у нас. Нет, ну до этого ты еще в Анянге училась. Ночное небо, цветущие деревья. Ну какая штуковина. От песка, от пыли женщина себя все обдула. Такие мелочи милые, нужные. Просто так. Даже никакого рубля не стоят. Все бесплатно. Что-то, конечно, в Корее дорого, а что-то вот для людей сделано очень удобно. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры делал DimaTorzok